Катер на воздушной подушке в пути. На борту помимо нашей съемочной группы инспекторы гостехнадзора. Наш маршрут по Волге. От стрелки к поселку Красный Профинтерн. Задача проверка всех водителей снегоходов, которые повстречаются по дороге. Спустя 15 минут первый нарушитель. Водитель с ребенком без защитной экипировки едет на снегоходе вдоль берега. Как выясняется, транспортное средство мужчины не зарегистрировано. Я иду только берегом. Я дальше туда не полезу. Зачем мне это надо? Я знаю здесь, потому что здесь давно уже какая здесь глубина. Лед сейчас на земле лежит, то есть мы здесь не провалимся. То есть как бы я не опасаюсь за это. Такая самоуверенность зачастую приводит к трагическим последствиям. По признанию нарушителя в ближайшее время весь необходимый пакет документов будет сделан. Для контроля этой ситуации инспекторы фиксируют номер снегохода и отправляются дальше. Водитель следующей машины рыбачит неподалеку. При виде проверки сам направляется к инспекторам. Здесь все документы в порядке, а наш катер отправляется дальше. Только за первый выезд инспекторы провели 200 снегоходов. 14 водителей привлечено к административной ответственности. Операция снегоход проводится не первый год. И в гостехнадзоре ее считают успешной. За время проведения операции снегоход, за предыдущие годы, все-таки подвижка есть. Это и регистрация снегоходов, и люди понимают, что эта техника опасна в эксплуатации, что надо с ней с осторожностью подходить. Всего в области числится 2667 снегоходов и мотовездеходов. Количество нарушителей с каждым годом уменьшается. Связано это с простыми требованиями к владельцам. Управление, да, в шлеме должно быть, с удостоверением, как еще раз сказал, тракториста-машиниста категории А1, экипировка. Ничего сложного. Уже на следующей неделе сотрудники гостехнадзора отправятся в Рыбинский район. Проверки в Ярославской области завершатся 1 марта. Захар Акопов, Олег Лушников. День в событиях.